Блин, ну охренеть, конечно, я сейчас затоварился. Просто усраться. Весь свой банковский счет опустошил. 4 345! Всем утюг, с тобой Глюк! Так, добро пожаловать в GTA 5 RP на сервер Rainbow. Тут, собственно, все как обычно. Смотри, вот я сейчас появился. На самом деле в своем офисе. Но, как ты видишь, у него совсем другой оформленный такой вот деревянный-деревянный офис. Это очень странно, потому что обычно у нас другой. И смотри, что покажу. Сейчас я выйду, войду, и он станет нормальным. Это магия. А теперь оп! И быстренько тут, пока нас не было, буквально секундочку. Здесь таджики быстро сделали ремонт хороший, да. Ну, собственно, правда, ремонт хороший. Короче, ребят, добро пожаловать. Я сегодня один, пока что, по крайней мере. В планах у меня что? У нас есть леденцы. И сейчас у меня леденцов уже одна тысяча. Ты, возможно, спросишь, откуда? Откуда это? Вообще даже одна тысяча тридцать. Что, мне кажется, здорово. Дело в том, что кубик, пока меня не было, скупал, скупал леденцы. Где-то фармил, наверное, где-то скупал. И вот, короче, за сколько, получается, за парочку суток он умудрился вот это вот число набрать. Я у него их выкупил. Вышло, на самом деле, ну, прилично там дорого. Я купил одну тысячу леденцов за 250 тысяч. И по-хорошему, по-хорошему, это все нужно было делать, знаешь, вот когда где-то ближе к 31 числу, чтобы когда оно уже вот-вот пропадет и все будут сливать просто за копье, это все надо по-хорошему скупать. Но дело в том, что 28 числа я уезжаю нафиг и я потеряю возможность просто купить все это. Поэтому мы сегодня попытаемся купить столько леденцов, сколько сможем, по тем ценам, которые есть сейчас. Это не очень выгодно, я согласен, но все это делается с такой целью, чтобы купить редкий транспорт, потом немножко подождать и продать его каким-нибудь там коллекционерам. Ну, как вариант. Я думаю, 4 тысячи леденцов мы вполне можем набрать. Если вот сейчас вот кубик посарался и одну тысячу набрал, я могу, думаю, постараться и купить, ну, гораздо, думаю, больше даже. Так, ну, смотри. Что мы делаем? Во-первых, у меня есть сейчас несколько номеров. 5 номеров, которые продают, продают эти самые леденцы. Мы сейчас возьмем, наверное, их обзвоним все прямо отсюда и посмотрим, что мы сможем сделать. Алло. Алло, да. Здравствуйте. Я слышал, что вы леденцы продаете? Да, продаю. А какая партия у вас и какой ценник? 1 300 рублей. Предвозитый ценник. Ну, могу забрать по 250. Давайте, может, по 300. Не, ну, очень большая партия. Это нереально неподъемно для меня. А вы всю партию за по 250 заберете? Да. Может, по 270, тогда они вам не имеют? Нет, извините, дружи. Ну, давай так, типа, по 270 я подумаю. Типа, если у меня не будет больше никаких вариантов, то я возьму потом. Но по 250 ты принесали там забрать? Да. Сейчас пройдет мне что-то. Порговля не мой сильный конек. 270, блядь, и все. Нехер. Блин, если там косарь, то мы сможем быстро набрать. Пода денег уйдет. Алло, ну давайте встретимся тогда возле первого банка, я думаю. Вы на чем будете? Возле чего? Возле ехать или вы на своей машине? Я на своей машине. Мы можем, знаете, где встретиться? Может быть, под Аркадиусом на парковочке. Я думаю, там, наверное, будет удобно. В зеленой зоне безопасно. Давайте, я бы на чем? Я просто тут рядом уже. На Тесле. Ну, я сейчас в офисе стою, сейчас выйду на парковочке. А вы как выглядите? Фиолетовый финик. Ага, хорошо. Ну, сейчас-то да. Фиолетовый финик, и он уже здесь. Удобно. Подожди, а финик это что вообще значит? Слушай, ну, хороший на самом деле вариант. Дорого, конечно, на самом деле. Ну, дорого, дорого, да. Слушай, ни слова не сказали. Мне кажется, что это какой-то чувак по удаленке как-то. Что-то он там, лихо там, говорил там, что-то. И курировал. Они вообще ни разу ничего не сказали. Что это такое? Как это работает? Даже ни здрасте, ни до свидания. Ну, ладно. В любом случае, у нас уже есть 2 300. 2 300. Я думаю, знаешь что? Я для пущей уверенности, наверное, сложу их в тачку. Потому что тачка-то у меня точно никуда не пропадет. Ее точно никуда не денут. Чтобы оно в безопасности здесь главное лежало. Чтобы все было хорошо. Так, хорошо. И еще, знаешь что? Нас кубик, собственно, мне предупреждал. Что говорит, ты не лази где попало. Не, ну, чтобы ты, чтобы тебя не ограбили. Поэтому я думаю, что действительно идея хорошая ездить бы с кем-то. Но сорса, к сожалению, сейчас нет. Я попытаюсь сейчас устраивать все встречи, наверное, в зеленых зонах. Потому что в зеленых зонах за любую агрессию и ограбление можно отлететь. Вот. Ну, в принципе, вот сейчас мы тоже были в зеленой зоне. Там, на парковке Аркадиус. Типа, это нормальная тема. Значит, валим сейчас тогда, знаешь куда? Валим туда, где проходят квесты. И попытаемся сейчас купить. Там, может быть, нам судастся подешевле. И еще заедем на рынок. На рынке тоже должно быть, в принципе, по леденцам неплохо. Нифига себе там. Значит, смотри. Окей, что мы тогда делаем? Едем на рынок сначала. Я думаю, там вряд ли что-то будет. Но не помешает проверить. Мало ли что. Может, там за бесценок кто-нибудь отдает. Тогда было бы здорово. Блин, ну за 250. Слушай, я, короче, у меня сейчас миллион долларов был, когда я зашел в игру только. Сейчас у меня уже 400. Мне уже не по себе, если честно. Типа, это же обосраться, сколько денег. Так, ну-ка посмотрим, кто чем здесь торгует. Худи. Худи, даймонды. Леденцы по 250. 1200. Ну, считай, вот та же самая цена, собственно. 1200 леденцов. Мне кажется, что это тоже какие-то, возможно, или перекупы. Потому что вот буквально пару дней назад я заходил. Уже было 300. И они очень быстро теряют в цене. Очень быстро. Смотри, что мы сейчас делаем. Я сейчас отсылаю тогда запрос в рекламу. Подать объявление. Здесь вполне вероятно, что можно будет купить леденцы за хорошие бабки. Так, и посмотрим, что у нас по транспорту, собственно, уникальному. Я вот думал про вот эту машину. 4000 леденцов. Мне вполне пока по деньгам под силам. Снимать со счета организации я, естественно, не буду. Ну, и, в принципе, можно было бы даже на вот это, наверное, замахнуться. Не знаю, насколько она уникальная вообще. Неплохо было бы, знаешь, какого-нибудь прям человека, который в этом хорошо разбирается. Вот, кстати, тоже тачечка. Интересная, но это 20 тысяч леденцов. Это нереально. Просто нереально. То есть, чтобы заработать 4000 леденцов, нам сейчас нужно потратить 1 миллион. Чтобы поднять вот это, я уже, боюсь, представить это уже очень много. А что, ты что, продаешь или что? Возьмешь 80. За 230 возьму. Да. Давай. Слушай, давай за 230 я куплю у тебя. Да ладно, давай. Блин, офигенно на самом деле ценник-то, а? Спасибо. Буду теперь сосать. Извините еще раз, что говорите? Сосарю 80 штук леденцов заберет. За 230 заберу. За 230 нормально. Да, без проблем. Че, как, где встретиться лучше? Я у звездочки стою. А, ну сейчас я тогда подъеду. Я швейку довезу и приеду. Ага, хорошо. Я вообще что-то без подъезда. Кто это звонил сейчас? Кто это? Ну, господи. Почему сразу телефон не высвечивается, кто это? На рынке чувак продавал огромную партию леденцов. Если нам удастся ее за 250 договориться взять, то будет здорово. Гражданин. Вы здесь? Гражданин, очнитесь, пожалуйста. Гражданин, проснитесь. Я хотеть купить у вас леденцы. Все сразу. Гражданин, сбросьте, пожалуйста, цену на леденцы, а? Я все у вас куплю, заберу. С руками оторву. Гражданин, продайте леденцы. Блин, ну ты глянь, они уснули все. Утюки. Стоят, понимаешь, торгуют тут по ценам выше рыночных. Так, сколько у нас уже в сумме? Смотри, у нас уже 3000 есть у леденцов. Ох и дорого, ох и дорого оно обходится. Знаешь что, короче, я сейчас возьму, поеду пока в банк, сниму все, что у меня осталось в банке. И потом будем посмотреть, что мы еще можем купить. Потому что деньги вообще уже прям вот на исходе, на исходе. 275, этого хватит, ну, там ненамного. Алло? Я купил уже. Что именно? Ну, вот я писал, куплю леденцы по 230. А, и еще куплю, если большая партия у вас. Тысяча. О, давайте подъезжайте на рынок. На рынок, хорошо. Да. Фига, смотри, смотри, сколько их посыпалось-то, господи ты, боже мой. А я хер знаю, типа у меня сейчас не будет столько денег. Алло? Алло, приветствую. Тебе много леденцов нужно? Ты знаешь, сейчас парочка человек подъедут, и я думаю, что еще штук 200 я могу купить. Ну, смотри, у меня, короче, по-самому будут там чуть-чуть совсем, штук 60, через минут 30. Типа, если еще нужны будут, могу позвонить тебе. А, ну, без проблем, в принципе, позвони, как будешь готов. Если мне будет нужно, я скажу. Хорошо, давай. Надо было цену меньше ставить, скорее всего. Кто покупает? Я покупаю. Так, на 230 это, это дохрена. 2, 3, 6, 9, 0, 0. Обосраться сколько. Удачи вам. А чем купить хочешь? Кто везде покупает? Я. Я-я-я-я-я-я. Все, спасибо. Благодарю. Что-что? Благодарю. Блин, ну, у меня что-то прям такое ощущение, что я даже тут продешевил. Вернее, слишком много плачу что-то. Ты посмотри, какая толпа просто мне ринулась. А эти все стоят по 240 продают. Вы скоро по 200 продавать будете, ребята. Блин, ну, охренеть, конечно, я сейчас затоварился. Просто усраться. Весь свой банковский счет опустошил. 4 345. Ребята, ну, короче, пока я деньги все это свои скинул, пока попытаюсь повыполнять вот эти два квеста. Ну, вот, посмотрим, чем они закончатся все. Еще поднасобираю себе, получается, вот этих вот леденцов. Смотри, короче, заехал в автомастерскую в Паллета Бэй. А тут такие настроечки есть. Просто охренеть. Максимальный угол поворота колес. Серьезно. Стоит 40... Подожди, какой 40? 430 тысяч. Типа, вот, изменить так, знаешь, на 90 градусов, чтобы они поворачивались. Ёшки-макарошки, серьезно. Сила ручного тормоза. Слушай, ну, прикольно. Ну, по ценникам, конечно, здесь обосраться просто скоро. Резкость входа в поворот, сцепление в повороте. Охренеть. Не, ну, тут слишком и слишком дорого. Но тюнинг, кстати, прикольный. Надо будет, может быть, как-нибудь взять, не знаю, накопить да попробовать. Но там, блин, ты убьешь, там ляма 4, мне кажется, на эту прокачку. Так, хорошо. Значит, смотри. У нас осталось сколько? У меня уже 580 леденцов здесь, еще в машине лежит. Сейчас мы еще заработаем по 20 штук, пока что. Можно выполнять прямо эти задания одним с другим, и получается прямо очень выгодно. Почти 5000 уже собрали. За 5000 мы можем взять один трицикл, как вариант. И мне кажется, кстати, это хороший вариант, здоровский. Но посмотрим, что мы сможем выжать завтра. Я думаю, завтра будут торговаться леденцы по меньшей цене. И если у меня получится, то, может быть, у меня получится взять большую сумму в долг. Но мне придется ее потом вернуть. Посмотрим. Сейчас переговоры пока веду по спецсвязи. И посмотрим, чем это все закончится. Мы сейчас, что, значит, смотри. Есть интересное задание, которое мы в прошлый раз как-то упустили из виду. А оно было интересно. Вот, купите топор, срубите 15 елок на склоне там чего-то там. Может быть, даже надо было это делать. Ну да, надо было делать, когда я это был здесь в Палетобэй. Блин. Тюка, ну ладно. Допустим. А топор мне где купить? О, смотри, сколько машин. Собрали, все рубят деревья. Пойдем тоже порубим. О, шорты кто-то скинул. Хе-хе, подожди. Бомбер закрытый. А, нормально, сейчас одежку подобрал. Хе-хе-хе. Да, гавни, это говно такое, я не знаю, зачем я его взял вообще. О, рубится, смотри. Хе-хе-хе, прикольно. На тебе по ногам, на тебе по-по-по-по этого, по стволу. Так, нужно 15 штук срубить. Да, ладно, хорошо. Что-то мне кажется, за эту миссию вот прям 10 леденцов. Это дохрена мало. Слишком дохрена мало что-то. За такое топорище еще. А потом эти топоры, короче, куда их потом девать? Потом ты, типа, закончится ивент. И что ты будешь с этим топором делать? Все просто, типа, или оружие, или выкидывать. Может, оно как оружие, кстати, неплохое. И вот они 10 леденцов, которые я получил за эту грибаную миссию. Боже мой, какая ублюдская миссия. Ты тут просто скупил топор за 10 косарей. Съездил в какую-то сарань. Два года рубил эти елки. Оно вообще того не стоит. Вот вообще. Ну, типа, если ты фармишь, наверное, да. Наверное, оно того стоит, потому что... Ну, потому что ты фармишь. Потому что тебе больше свое время, видимо, девать некуда. Блин. Мне больше нравится идея заработать там... Мне кажется, даже по отдаче будет кататься на дальнобое выгоднее, чем... И потом купить леденцы, если тебе так уж надо. Чем вот так вот сейчас сморочиться. А еще лучше, вот прям еще выгоднее, это пойти в какую-нибудь фракцию. И там зарабатывать бабки. А там такая куча денег. Обосраться просто. Там просто овер до хрена. Тебе каждый час, получается, там выплачивают сумму. Твоя задача просто находиться в игре, по факту. Ты можешь, ну, типа, афкшить. Ну, частично афкшить. Типа, потому что прям, если ты стоишь афкшить, то это совсем уже получается против правил. Вот. Но, типа, никто не запрещает тебе лениво и плохо работать. Зашел, покрутил мышкой там раз в 10 минут. Там выполнил мышки свои обязательства и все. Ну что, ребят, вот, в принципе, у нас и закончилась серия практически наша на сегодня. Я думаю, пока что с меня хватит. Мы собрали почти 5000 леденцов. Хватит на трехколесник. Завтра посмотрим, что можно будет сделать еще. Если ничего, ну, значит, возьмем трехколесник. Тоже, мне кажется, неплохая, интересная машинка. И, может быть, даже потом получится ее хорошо продать. Но продать нам, получается, ее нужно минимум ляма за два. Это минимум. Потому что слишком что-то до хрена денег уходит на всю эту фигню. Ну, поэтому так. На этом все. Ставьте лайки, заходите к нам в GTA V Rainbow. Ну и, не знаю, прокачивайтесь тут. Собственно, зарабатывайте себе на такую машину. Водите ее лучше, чем я. На этом все. Всем удачи, всем бавра. Ты подписаться должен на глюк. Ты подпишись, если ты не злюка. Подпишись на меня. Лайк ты поставь этому видосу. Будешь ты круче любого утконоса. Пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пам.